Особое мнение на 101FM Вконтакте Кировград Вы можете следить за свежими новостями нашего города У нас уже конец февраля Но мы все еще подводим итоги И хотелось бы обсудить итоги Экономического совета, который создали как раз в 2023 году Как этот год прошел? Сколько собирались? Что вы сделали? Что успели сделать за это время? Может быть какие-то планы на 2024 год? Одна из основных задач Которая была поставлена перед экономическим советом Это подготовка стратегии развития Кировской области С 2024 по 2030 год Получается так, что в экономический совет Входит там, наверное, порядка 50 человек Но активных участников гораздо меньше Которые с какой-то регулярностью посещают мероприятия Которые проводит эконом-совет Но понятно, есть люди занятые Есть люди менее занятые Тут проблема, наверное, заключается в том Что такие мероприятия Они должны проводиться как бы системно То есть, условно говоря, из года в год Из года в год Потому что, когда это делается системно Накапливается определенный опыт Какое-то время назад Лет, не знаю, 7-10 назад В принципе, при губернаторе был экономический совет Потом он никак не действовал Он не взаимодействовал И получается, что за тот период Условно говоря, как раз с марта прошлого года Мы собирались Собирались довольно регулярно Но было довольно-таки тяжело Настроить какую-то рабочую атмосферу Потому что помимо, ну так скажем Каких-то экспертов Соответственно, нам нужны были Представители различных министерств Ведомств Что это такая как бы двухсторонняя как бы работа И вот выстроить эту системную работу Было действительно как бы довольно-таки сложно Притом, опять же, накладывались какие-то Ну, условно говоря Полгода назад уволился министр промышленности То есть, опять же Деятельность нашего экономического совета Она немножко как бы затормозилась Встречаемся на данный момент Мы в рабочих группах То есть, там сформировано несколько рабочих групп Я вхожу в две группы По малому и среднему бизнесу И в группу по промышленности По малому и среднему бизнесу Мы, допустим, собирались на этой неделе А по промышленности Мы собирались на прошлой неделе То есть, практически еженедельно Ну, происходит, так скажем Заседание какой-то определенной группы Могу сказать, что Да, вот на первом этапе Было немножко все же как бы сложновато Сейчас все же Мы встали на какие-то рельсы И все пошло немножко эффективнее Наладили режим работы Ну да, наладили режим Наладили взаимопонимание С министрами, с чиновниками И вышли уже на определенные мероприятия И, условно говоря, сейчас уже такая Идет больше такая общая задача Что нужно есть план мероприятий Но надо все эти мероприятия оцифровать То есть, условно говоря, если есть мероприятие То там должен быть какой-то результат И этот результат должен быть Понятный там в штуках, в количестве А не просто там улучшить, углубить И, соответственно, когда будут И, опять же, надо Если есть какое-то мероприятие Нужны какие-то ресурсы В том числе финансовые И, соответственно, все эти мероприятия Должны быть встроены Не только в стратегию развития Кировской области А так и в такие В общего государственные Целевые программы То есть, и это в большей степени Сейчас уже, наверное, работа Вот как раз Различных министерств и ведомств А почему Вот вы сказали, что Было трудно наладить контакт Скажем так, экономического совета С руководителями министерств То есть, да Почему такая разрозненность В принципе, мне кажется Развитие экономической Экономической Ну, как бы Целей Кировской области Это важно По сути, первоначально Никто не понимал Что нужно, как бы, делать Куда, как бы, идти Ну, представьте То есть, собирает Ставит задачу Надо сделать некую, как бы, стратегию И, условно говоря Чтобы хотя бы стратегия была прорывная Притом Мы действительно отстаем От многих других регионов То есть, другие регионы Этими вещами занимаются Более, как бы, системно И на более, как бы, регулярной основе То есть, при том Надо, чтобы получился Не просто какой-то документ А который действительно, возможно Ну, сможет улучшить Какую-то, так, жизнь Ну, наших жителей Нашего региона Да, кстати Что с прошлым советом Почему он так плохо Существовал Работал, действовал Слишком давно было То есть, я так понимаю Был совет еще при Белых А при Васильеве Уже экономического совета Как бы не было Тем более Ну, соответственно Вот, когда мы начали Первое заседание Проводить Ну, по большому счету Чиновники Многие нас игнорировали То есть, они не ходили Там на мероприятия То есть, они не понимали Зачем это нужно То есть, они думали Что это какая-то Некая там Ну, условно Говорильная Что это совершенно Как бы Балдеть Как бы труд Но я думаю Ну, что сейчас у них Тоже какое-то Некое сознание Что это все же Будет польза И им Ну, и всем остальным У них есть свои задачи То есть, они считают Что они со своими задачами Справляются То есть, в большинстве Своем они именно Сконцентрированы Именно на решении Текущих задач А когда мы говорим Про какую-то стратегию То есть, это Такое далекое будущее Которое там Ну, понятно То есть, которое Написано на бумаге Непонятно, как еще Все это будет реализовано И, соответственно У них возникает Ну, по сути, просто слова Ну, да Некий такой приоритет Что зачем мне Пойду там Тратить свое время Там час-два Рабочего времени Когда я лучше там Ну, займусь Какими-то текущими Там Текущими задачами Ну, да Ну, по большому счету Опять же, без стратегии Без какой-то понятной Ну, к сожалению, наверное Тоже неправильно как бы жить То есть, стратегия должна И получается Нужно понимать К чему стремиться То есть, и как стремиться Где есть какие-то возможности Куда потратить То есть, все равно мы живем В определенных Ограниченных ресурсах То есть, соответственно Мы эти деньги Которые есть там у нас Или которые мы можем Привлечь от федерации Должны быть направлены Именно Ну, так скажем Либо в самые прогрессивные Направления Которые могут Значительно там дать Либо туда Где действительно Как бы Ну, просто нельзя Не тратить деньги То есть, к сожалению Есть и такие как бы Направления Которые не дают Какого-то ощутимого эффекта Но на эти направления Тоже Ну, обязательные траты Ну, нужно деньги Куда без них Хорошо То есть, прошел опять же год То есть, может быть Какие-то конкретные Там одна-две цели Вот На которые вы собираетесь Настраиваться в ближайшее время Они уже появились Или это пока Опять же только в рамках Составления Почему? То есть, изначально Было заявлено Две основных цели Это увеличение ВРП Кировской области К 30-му году В два раза То есть, сейчас у нас Валовый внутренний продукт Порядка Ну, чуть больше 600 миллиардов То есть, соответственно К 30-му году Надо его Довести там До Одного триллиона Там, двухсот миллиардов И опять же Вторая цель Это поднятие Медианной Средней заработной платы В регионе То есть, в 23-м году Медианная Средняя заработная плата Была порядка 27 тысяч рублей К 30-му году Стоит задача Чтобы эта медианная Средняя заработная плата Была на уровне Там, по-моему 82 тысяч рублей А за счет чего Такой скачок Ожидается? Увеличение Там, высокое Так скажем Производительных Рабочих мест То есть, в этот Увеличение Ну, так Поднятие Производительности Там на производстве То есть, механизмы Определенные есть И опять же мы Даже, условно говоря Без нашей стратегии Опять же Мы По ряду условий Мы видим, что На данный момент Заработная плата Как бы Растет И даже Растет Опережающими темпами На данный момент Ну да У нас К сожалению У нас растет Не только зарплата Но еще и инфляция И цены Вот И как раз У нас По официальным источникам Цены выросли На 7,5% Да То есть, годовая инфляция Составила около 6% По-моему Да И Ну, это официальные данные Опять же Но если мы Заходим в магазин И видим, что За пришедший год-два У нас цены на товары Выросли Мне кажется Ну, по моим ощущениям Чуть ли не в два раза Конечно Может, я преувеличиваю Вот Но Как на самом деле Вообще На ваш взгляд Действительно Увеличились цены На продукты Какие-то На услуги Может быть Ну, получается Так, что У каждого жителя У него своя инфляция В зависимости от того На что он Как бы Тратит деньги Естественно Если у вас там Допустим Невысокая заработная плата То Большинство Ну, основная сумма От вашей заработной платы Уходит Во-первых На коммунальные Расходы Которые Действительно Как бы Выросли И будут И дальше расти И вторая часть Наверное Выходит На продуктовый набор То есть Вы ходите В магазин И покупаете продукты Продукты Действительно Выросли Ну, довольно-таки Существенно Конечно Не в два раза Но я думаю Что процентов На 15-20 Но существенно Все равно Да Но тут Опять же Есть такой момент Что Человек так устроен Что мы когда Приходим в магазин И мы видим Что допустим Что-то подорожало К примеру Яйцо Как бы То есть И это у нас В голове Запоминается И мы вот Как раз Запоминаем Такие яркие цифры Когда что-то Дорожает И при том Дорожает Очень Очень сильно А что Что с яйцами Произошло в итоге С яйцами Опять же Это скорее вопрос Не ко мне Наверное К производителям яиц Есть несколько Как бы гипотез Но основная гипотеза Это то Что Получается Что спрос Превышит Сил предложения Произошло это По двум причинам Во-первых Летом Несколько птицефабрик Переболело Птичьим гриппом Ну в других регионах То есть Когда на птицефабрике Есть птичий грипп Там уничтожается Практически Все поголовье И второй момент Из-за того Что россияне Стали чуть-чуть Жить богаче Они стали Оказывается Стали кушать Больше яиц Кто-то говорил Про икру У нас же есть Куриная икра Да Стали кушать Больше яиц Ну это действительно так Потому что Социальные выплаты Малообеспеченным Семьям Они Такую хорошую Как бы Внесли лепту В то что Вот именно Малообеспеченные Люди Стали себе Чуть больше Там Могут позволить Скупить там Условно говорят Не 5 яиц В месяц А десяток Или два десятка Да Вот к чему Надо стремиться Яйца покупать Да Но в любом случае Как Если говорить Про процентное соотношение Я думаю Нет смысла Тут рассуждать Именно по зарплате Как бы По соотношению К зарплате Да Но В целом То есть Как вообще Высчитывается Например Инфляция Как Из чего Это все Складывается И как Это вообще Устроено В принципе Это довольно Прозрачный Так скажем Процесс Есть Базовый набор Товаров Продуктов И услуг Притом В этом базовом наборе Там Я ошибаюсь То ли там 250 То ли 500 Позиций То есть Там Учитывается Много Что Там Даже Учитывается Условно Говоря Там Поездки В Турцию В какой-то Доле И по Всем Вот Этим Показателям Ну Смотрят Естественно Сколько Это Допустим Там Этот товар Стол В прошлый Месяц Сколько Сейчас Стоит Но По сути Происходит Так Что Именно Продуктовая Составляющая В этом Базовом наборе Она Не такая Как Значительная И поэтому Когда мы Говорим Про инфляцию Официальную 7% Это надо С учетом Того Что Условно Говоря Какие-то Сапоги Или Какой-то Телевизор Не подорожал Соответственно Инфляции Нету А в то же время Продукты Подорожали Инфляция Есть Но Это Все Немножко Усредняется И это Тяжелый Показатель Многие С ним Не соглашаются Есть еще Другой Показатель Называется Ожидаемая Инфляция И Опять же Ощущаемая Инфляция Вот эти Показатели У нас На данный Момент Находятся На уровне Порядка 15-17% То есть Это Граждан Опрашивают Как вы Ожидаете Что будет Дальше Будет Инфляция Или Не Будет Инфляция И По сути Опять же Эти Ожидания Инфляционные Они Очень Сильно Влияют На Будущую Инфляцию Если Все Будут Ожидать Что Дальше Инфляция Будет Расти То Соответственно Что Происходит Производственники Начинают Перестраховываться И опять же Поднимать Цены Но Получается Что В январе Феврале Вроде бы Появилась Немножко Положительная Динамика Что Все же Эти Инфляционные Ожидания Начали Немножко Снижаться То есть Они находились Порядка На 17% Годовых Сейчас Немножко Снижаются Но Опять же Какое-то Снижение Инфляционного Я до лета Наверное Все же Не жду Возможно Когда летом Когда появятся У нас Продукты Там С огорода Когда вырастет Картошечка Полегче То есть Подешевеют Овощи И фрукты В магазинах То это Приведет Во-первых Действительно К снижению цен На овощи и фрукты Во-вторых Это немножко Как раз Снизит ожидания Граждан На инфляцию То есть Станет попроще И Возможно Тогда уже Как-то И ключевую ставку В том числе Снизит Вот Кстати Да Ключевая ставка То есть Тут у нас Буквально Недавно Появилась Информация О том Что у нас Совет Директоров Банка России Принял решение Сохранить Ключевую ставку На уровне 16% По прогнозу Как бы Годовая инфляция У нас снизится В 2024 году До 4-4,5% Около того И Примерно Она будет Находиться В ближайшее время На уровне 4% То есть Как Возможно Или это Только фантазии Вообще Ключевая ставка Это один из способов Как раз Возможных способов Каким-то образом Хотя бы Повлиять на инфляцию Потому что Практически Других способов Не существует Логика Тут такая Что когда Центральный банк Поднимает Ключевую ставку Соответственно Эти же граждане То есть Они Начинают Меньше тратить То есть Они начинают Меньше тратить Они допустим Свободные деньги Не производят Каких-то Крупных покупок А несут Допустим Ну условно В банк Под высокий процент Снижается потребление Снижается потребление И люди Условно Переходят Как раз От модели потребления К модели накопления То есть И по логике Ну по экономическим законам Если потребление Как бы снижается То должны Снижаться Цены На товары Услуги Ну то есть Чем выше ставка Чем люди Понимают Что не надо Не надо тратить Деньги банально И начинают Ну если простым языком Говорить То есть Да получается Получается так Ожидать Какого-то То есть Центральный банк Действительно Посмотрел Все эти Прогнозы по инфляции Выше Ставку было поднимать Тоже особого смысла Нет Но снижать Ее тоже не было Каких-то предпосылок И поэтому Была ставка Оставлена На предыдущем уровне И в принципе Даже банк Немножко ужесточил Как бы свою Как бы риторику И как раз Поднял прогнозы В том числе По инфляции И по средней ставке Ключевой ставки В течение 24-го года То есть Соответственно Мы ждем К концу 24-го года Возможно Ставку На уровне 14% То есть Мы не ждем Ни на 12 Ни на 8 По крайней мере Из тех данных Которые есть На данный момент Ну то есть Все равно Снижение Хоть какое-то Оно планируется Но небольшое Ну безусловно Ну безусловно По крайней мере Мы И в том числе Ну то есть Условно Центробанк Пытается мыслить Оптимистично И надеяться Что он сможет Все же каким-то образом Остановить Рост инфляции А если он сможет Остановить рост инфляции То безусловно Он будет Снижать и ключевую ставку Потому что Высокая ключевая ставка Она в том числе Негативно Влияет Как и на бюджет Наш Потому что Опять же Если мы берем Какие-нибудь Ипотечные кредиты То большинство Ипотечных кредитов Выдается по льготной ставке Там на уровне Там 5-6% И Приходится Банкам Доплачивать А доплачиваться Это из наших С вами денег То есть Из денег Налогоплательщиков Как раз До До рыночных Как бы условий Вот Ну из денег бюджета И опять же Высокая ключевая ставка Это высокие кредиты Для бизнеса И это Ну в том числе С одной стороны Снижает потребление А с другой стороны И все же Несколько Увидичивает Себестоимость Продукции И товаров И услуг Потому что Все равно Это все провоцирует Рост Но банковская ставка Потому что Высокая А во что Сейчас у нас Вкладывают люди Побольше Ну вот Кто-то Я так понимаю Кто-то у нас В валюту вкладывается Кто-то в свои Какие-то счета Просто накопительные Что стоит Чаще всего В приоритете У людей И во что Лучше вкладываться Наверное В наших условиях Есть ли смысл Например Это делать В валюту Если мы говорим Все же про кировчан То я думаю Что тут Наверное Ну про основную массу Кировчан Это наверное Все же две Такие истории Это либо Покупка Недвижимости Особенно Если какой-то Нет своей Недвижимости И есть возможность Получить По льготной Ипотечной ставке И опять же Банковские депозиты Конечно Можно принести Деньги на фондовый рынок Но опять же Еще не факт Что вы там Заработаете 16 процентов Годовых Возможно Вы заработаете И больше Но опять же Существуют риски Никто не знает точно Никто не знает точно А когда мы говорим Про банковский депозит Это условно говоря Некая гарантированная Доходность Которую Легко получить И большинство Граждан У которых есть Денежные средства Они знакомы То есть они понимают Как прийти в банк Что такое банковский договор Как там считаются проценты Для них это понятно Как это все работает Да То есть как это все работает Для них это просто Просто и понятно Когда мы начинаем Разговаривать Там про облигации Там про акции Про брокерский счет То какая-то часть Населения В этом конечно Действительно Ориентироваться И используют Эти финансовые инструменты Но это все же Не такая большая часть Ну да Тогда я думаю Для многих Это просто Какие-то слова На китайском языке Что это такое Как с этим управляться Если опять же Вернемся к валюте То у нас В прошлом Ну в последнее время В принципе То что доллар Что евро Они скачут Как на каруселях И превышал 100 рублей То есть Относительно недавно В прошлом году И некоторые эксперты Там Аналитики У нас Прогнозируют То что Рост курса Доллара и евро Они В принципе Вернутся К прежнему уровню В ближайшее время Прежнему уровню Ты какому К 100 рублям Или к 60 Не ну мечтать Не вредно Конечно Но все Конечно же У нас настроены Пессимистично Наоборот Кстати Если мы посмотрим Именно каких-то Не интернетовских Аналитиков А именно Банковских Аналитиков Которые Работают С валютой В большинстве Своем Они дают Прогнозы В коридоре 85-95 рублей На 2024 год И я Наверное Вот скромен Придерживаться Вот этой же Стории Конечно Может Произойти Какие-то события Которые мы Сейчас допустим Не ждем И доллар может уйти Как бы Выше 100 рублей То есть И скорее всего Он конечно Будет стоить 100 рублей выше Но просто Никто не знает Когда это произойдет Это может произойти Через год Может произойти Через 2 Или через 3 года По крайней мере Те вот Данными Которыми Обладают Аналитики Ну там Опять же Сколько мы там Отправляем на экспорт Сколько у нас Импорт Сколько мы валюты Тратим Сколько валюты Приходит Потому что Основная Как бы Механизм Который сейчас Влияет Именно На Курс Доллара Это Именно Наш Объем Экспортно-импортных Операций Если у нас Валюты приходят В страну больше То Доллар Дешевеет Доллар Доллар Дешевеет Если Цена На Нефть Падает Либо Возникают Опять же Какие-то Логистические Проблемы И валюты В страну Приходит Меньше То Доллар Растет Тут все В принципе Просто Тут какого-то Заговора Финансистов Нет Все Иллюминаты Еще Есть информация То Что у нас Обмен Валют Он же Я думаю Влияет На всю Эту историю И у нас Граждане То есть Половина У нас Даже меньше Половины Они меняют Денежки В банке Примерно Около 10% Они меняют На черном рынке В чем Почему В чем разница То есть В чем Отличается Продажа Доллар Ну я так понимаю Что просто Это дешевле Банально выходит Но Насколько Это допустимо И почему Люди Обращаются К черному рынку Для того Чтобы обменять Валюту Действительно Сейчас Не совсем Законно То есть Это как минимум Административного Правонарушения Если вы будете Деньги То есть Валюту Менять На черном рынке Но Если даже Такие моменты Происходят То есть Это не носит Массового характера Как это было Там 20 лет назад Когда Там стояли Минялы В сумме Там у прилавка Когда в определенных Местах Стояли машины Притом Все знали Что Если подойти Там даже Ночью Там Если были места В Кире Куда можно было Ночью подойти И сказать Вот у меня Есть 100 долларов Я хочу Получить За них Рубли То есть Они круглосуточно Там стояли Вот Сейчас Такого Нет И Опять же Все граждане Как бы разные То есть И вот Насколько я Сейчас сталкиваюсь Это В основном Все же Валюту покупают Те Кто Либо Действительно Собираются Куда-то В отпуск Ну Допустим В эту же Турцию Там Либо еще что-то Под какие-то Поездки Ну Либо Такие граждане У которых Ну Довольно Пессимистичный Взгляд На Рубль Но На Рубль Да Потому Что Если Посмотреть Опять же Структуру Допустим Банковских Депозитов То есть Вы же можете Валютный Как бы Депозит Открыть То вот Если посмотреть Структуру Банковских Депозитов В регионах Ну Допустим В Кировской Области Я сейчас Тестистику Не помню Но Там Именно Депозитов Которые Отличаются От рубля Там Допустим Сейчас Депозиты Не только В долларах И в юанях Открывать В евро В Кировской Области Там была доля Очень незначительная Порядка Всего 10% Хотя В крупных Городах Допустим В Москве Там Порядка 50% Вот этих Депозитов Они как раз Были именно Валютные Были валютные Почему То есть У нас там В столицах Любят валюту У нас Не любят валюту Во-первых Там сумма Депозитов Гораздо Больше Чем Все же В Кировской Области Во-вторых Они немножко Условно говоря Более продвинутые Более финансово Грамотные В принципе Сейчас есть Различные инструменты Которые позволяют Допустим Если мы говорим Про Банковский Депозит В долларах То я думаю Что там Вы может 1-2% Найдете ставку Но есть допустим Облигации в долларах Там будет Доходность Ваша 6-7-8% Но Наверное 98% Граждан Кировской Области Не знают Про существование Таких облигаций Ну да У нас Кстати Действительно Большая проблема С финансовой Грамотностью Населения То есть Для многих Облигации Инвестиции Биржи И так далее Это действительно Какие-то Слова Заморские Которые Никто Не знает И не понимает Как Может быть Повысить Уровень Финансовой Грамотности Населения Есть ли Какие-то Может быть Рычаги Способы Рычаги Используются Рычаги Используются Самые Разные Но К сожалению Люди Во-первых Ленивы Во-вторых Они Ленивы Во-вторых Они Очень Опасливы То есть Когда Допустим Получается Уже Лет 7 Назад Был Запущен Специальный Инвестиционный Такая Программа По Привлечению Длинных Инвестиций В экономику Через Использование Индивидуальных Инвестиционных Счетов Там Были Определенные Налоговые Льготы Люди Разбирались Пряники Помимо Того Что Можно Было Заработать Еще Какие-то Пряники В виде Налоговых Льгот Не так Много Людей Этими Вещами Воспользовалась Потому что Лень Конечно Допустим Наш ВИАТГУ Активно Занимается Просвещением В интернете Очень много Информации Люди боятся Люди боятся Либо не хотят Но и опять же Люди К сожалению В большинстве Они немножко Жадные И этим Опять же Пользуются Мошенниками У нас На данный момент Подошло время Небольшой рекламы После которой Мы обязательно Продолжим И обсудим Во что надо Вкладываться И кому нельзя Верить Особое мнение На 101FM Что ж Мы вернулись После небольшой рекламы И как раз Мы начали Обсуждать Почему у нас Финансовая грамотность На таком Относительно Низком уровне И то что У нас люди Очень не доверяют Очень не любят И мне бы хотелось Еще обсудить Насчет криптовалюты То есть Вокруг нее С одной стороны Какой-то ажиотаж То есть Надо вкладываться В крипту То есть Это так все Огромные Деньги Зарабатываются Насколько это правда И действительно ли Нужно На это обращать внимание И действительно ли Нужно Вкладываться В криптовалюту К сожалению Я думаю Что за то время Которое у нас тут есть Мы на эту тему Развернуто Поговорить не сможем Хотелось бы сказать Что да Есть такой актив У него есть Определенное будущее То есть Что-то будет Там двигаться Шевелиться И какие-то там Ну Какие-то Криптоактивы Будут так Либо иначе Как бы дорожать Самая проблема Заключается в том Что если вы Не понимаете То лучше Не надо Как бы туда Туда заходить То есть Все же Это история Так скажем Для молодых Для продвинутых И кто Хорошо Умеет Работать Там с компьютером Либо еще что-то Потому что Там очень много Нюансов Связанных С хранением валюты С переводом Криптовалюты Ну и сам актив Он вызывает Определенные Вопросы Потому что Технология Если мы говорим Про саму Технологию Блокчейн Эта технология Действительно Очень крутая Она будет Какое-то иметь Применение Там в бизнесе Но она очень похожа На то Что было в 2000-х годах Когда появился интернет То есть Появился интернет Все понимали Что это круто Но как там Зарабатывать деньги И какие компании На этих Какие компании Смогут заработать деньги На интернете Никакого понимания Никакого не было понимания И как раз Вот те компании Которые там В 2000-м году Были самые дорогие Их Вы сейчас Даже не вспомните Вы наверное Не вспомните Какой был Самый популярный Там Поисковик Допустим В 2000-м году И российский Наверное Не вспомните Нет То же самое Но условно говоря Возможно Прозойдет Из криптовалюты То есть Это как технология Она будет применяться И расчеты будут Использоваться Криптовалюты Но Что там Будет Какой-то там Такой сумасшедший Хайп Или это будет Приносить там Вечно какие-то Огромные деньги Деньги Скорее Скорее нет Ну в общем Вкладывайтесь Только если знаете И понимаете Как это все работает Да То есть Если продолжить Говорить о Финансовой составляющей Нашего региона Именно Вы недавно Опубликовали пост О том Что у нас Появились у нас У каждого кировчанина По сути Да Если по статистике Говорить На каждого кировчанина Приходится около 200 тысяч рублей На вкладах На счетах И откуда вообще Эти цифры Как это все сложилось Из чего Что произошло Откуда у нас Такие деньги Грубо получается Что на депозитах У кировчан Там порядка Ну не знаю Там порядка 170 миллиардов рублей То есть Если их поделить На каждого На наши полтора миллиона И получится 200 тысяч То есть Притом Это 200 тысяч От старика До младенца И опять же Это немножко Напоминает анекдот Что допустим Вы едите капусту Я ем мясо И в сумме Мы едим Не как голубец И получается Если у вас Нет на депозите Каких-то денег Это не значит Что их нет У меня на счете Притом В двойном Как-то несправедливо Немножко В двойном В двойном размере Но опять же Если мы Возвращаясь к идее Финансовой грабанности Вот 200 тысяч Это небольшая сумма То есть Есть определенное правило Что даже Прежде чем начинать Инвестировать В ту же Криптовалюту Или на фондовом рынке Вы должны создать Некий резервный фонд И этот резервный фонд Должен Равняться Примерно От трех До полугода Затрат На вашу семью Если Ваша семья Тратит В месяц 100 тысяч рублей То у вас Как минимум На вашу семью Должно Минимум 300 тысяч Лучше 600 тысяч Лежать на каком-то Банковском депозите Что если Что-то произойдет Кто-то заболеет Кто-то Уволится Либо еще что-то Чтобы был Какой-то период За счет Финансовая подушка Да То есть должна быть Финансовая подушка И вот как раз Эту финансовую подушку Очень разумно держать Именно на банковских депозитах Откуда Наверняка У многих вопрос Что мы столько Не зарабатываем Откуда нам брать Эти деньги То есть Как действительно Может быть Повысить статью доходов Вы зря То есть Я знаю Очень много случаев И при том Это как раз Может быть такая история Что люди зарабатывают Немного Кто у нас Самый богатый Бабушки Они накапливают Как так-то У них вроде пенсии Не должно как бы хватать Они умеют Распределять Свои денежные средства Они умеют Как бы жить экономно И многие Я слышал Там Имеют Очень приличные Банковские депозиты То есть Знаю Людей из бюджетной сферы Которые тоже Ну ведут Какое-то правильное Разумное Разумное потребление Могут Что-то как бы Экономить Как бы куда-то Инвестировать И тоже у них Происходит какое-то Определенное накопление Это просто Так скажем Ну некая модель поведения Ну то есть Опять же Это все вопросы К той же финансовой грамотности К той же финансовой грамотности Тут не надо Перегибать палку Потому что Есть Обратная история То есть Люди копят-копят И не успевают тратить Условно говоря Есть там Не буду называть Но есть там Такой известный Кировский персонаж Он хорошо зарабатывает Условно говоря Миллион в месяц Как бы А тратит там 50 тысяч Раздайте бедным Нет Ну у него Другая история Он хочет Ему там 30 с небольшим Он хочет создать Уже создал Значительный капитал Там порядка 20 миллионов И соответственно У него задача В 35 лет Там выйти на пенсию Счастливый человек Словно говоря То есть За тот период Который он работает Он работает В айти сфере Поэтому у него Такие высокие Доходы И у него задача Поставить перед собой Цель И к этой цели Он как бы движется То есть Все-таки Огромные зарплаты Айтишников Это не миф Это не миф Надо было идти в айти Напомню Что в гостях У нас был Константин Кропанев Было очень приятно С вами пообщаться Всего доброго До свидания До свидания Субтитры сделал DimaTorzok